Чапай зовет на чай. Любой желающий сможет перенестись на 100 лет назад в другую историческую эпоху. Национальная телерадиокомпания администрации Чебоксар приглашают горожан 19 августа на праздник в сквер Чапаева. Накануне организаторы пригласили журналистов и рассказали, что интересного будет на этой площадке. Как скручивали шинели бойцы Чапаевской дивизии, как коротали редкие часы досуга. Участники клуба исторической реконструкции воссоздадут военный быт столетней давности. Тема для клуба новая и от этого еще более интересная. Мы представим бытовую реконструкцию, то есть как примерно жили, как выглядели бойцы Чапаевской дивизии. То есть это непосредственно штаб Чапаевской дивизии. Там будут у нас находиться ординарцы взвода конной разведки, будут ходить часовые, какие-то элементы бытовой жизни будут проходить. Ну и соответственно будут представлены небольшие мастер-классы по скатке шинели и по мотанию портянок на сапоги. То есть любой житель может это все посмотреть, потрогать своими руками, поспрашивать моих ребят. Ну и сфотографироваться, конечно же, как очень часто любят делать. Каждый, кто придет 19 августа в сквер Чапаева, сможет попробовать Иван-чай и узнать о всех его полезных свойствах. Я житель Чебоксар, Чувашия и давно не соприкасалась вот с этой легендой. У нас легендарный копорский чай и здесь легенда Чапай. Сам Бог велел прийти мне сюда, показать свою продукцию, освежить свои какие-то детские воспоминания в том числе. Сквер прекрасен. Жизнь и подвиг легендарного ночдива – тема неисчерпаема. Разговор о нем обязательно поддержит как минимум половина россиян и практически каждый уроженец республики. Не стало исключением и национальная телерадиокомпания Чувашия. Уже не первый год мы помогаем гостям Дня города погрузиться в атмосферу того времени. Она становится уже традиционной. Второй год она будет проводиться. Как всегда, чаепитие в программе. На нашей площадке будут шашки, будут яблоки, которые можно будет попробовать, потому что яблочный спас. Будет много всего интересного, будет в чем поучаствовать, где выиграть призы. Возможно, слепить себе в старинных традициях из глины какой-нибудь горшок или какую-нибудь вазочку. И это тоже будет возможность обязательно для всех. Поэтому приходите, будет хорошо. Самое главное, мы погрузимся в атмосферу на 100 лет назад, когда Чапаев сам, значит, все будут в бурках, будут дети, будет стилизованная история. И мы вот на эти два часа с 13 до 15 погрузимся немножко в прошлое. А самые удачливые смогут выиграть уникальные кружки с изображением Чапая и цитатами из знаменитого фильма. Организаторы площадки разработали специальные стикеры для соцсети Телеграм, а также официальный хэштег «Чапай зовет на чай». Завершит событие большой хоровод вокруг памятника. Флэшмоб «Обними Чапая». Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.